Итак, здравствуйте, уважаемые партнёры и зрители канала Амаркетс. С вами Александр Котин. Немного расскажу о себе. Я последователь методов Билла Вильямса и изучал я их не просто по книгам или по курсам. Я учился непосредственно у дочери Билла Вильямса и в настоящее время продолжаю с ней консультироваться. Билл Вильямс в своих книгах и в своих курсах и вообще в принципе в своей жизни он сделал достаточно серьёзную попытку к тому, чтобы применить теорию хаоса на финансовых рынках. И это работает, это хорошо описывает рынок. Здесь видны совершенно другие паттерны в отличие от различного технического анализа. О них я сегодня расскажу, покажу какие сигналы дают эти методы и как с этими методами можно работать. Что именно меня привлекло в этих методах? То, что я смог упростить волновой анализ, то есть в основе лежат волны Иллиота, потому что хаос на рынках самоорганизуется и становится упорядоченным в виде волн Иллиота. Но это не классический подход, то есть это не классический волновой анализ, описанный в книгах Фроста и Пректора. Это совершенно другой подход, который гораздо проще, который рассматривает только большие ценовые движения без необходимости раскладывать под волны и так далее, заниматься глубоким анализом. Поэтому сам Билл Вильямс говорил, что на трейдинг можно тратить, вообще на анализ графика можно тратить 10 секунд. И я вам покажу сейчас, как это работает и что меня привлекло еще, это то, что можно находить точки входа с низким риском и высоким потенциалом. Когда у нас может быть достаточно короткий стоп и по отношению к этому стопу мы можем забирать достаточно хорошее ценовое движение непосредственно в импульсной волне. Вторым моментом, который меня привлек в этих методах является то, что очень хорошо можно отфильтровывать те моменты, когда рынок никуда не движется. То есть когда рынок не дает импульса и как правило в этих коррекционных моделях, либо в этих коррекционных волнах происходит большая потеря. Большие потери несут трейдеры и этот метод позволяет эти вещи видеть и понимать, когда они начинаются на рынке. Это мне показалось очень важным. Для начала хочу показать статистику своей торговли. Чтобы вы понимали, какие у меня есть результаты, я не буду показывать, сколько у меня денег на торговом счете и так далее. Я просто покажу кривую доходности. И этого, на мой взгляд, будет достаточно для того, чтобы понимать, что таким образом я торгую. Но хочу также пояснить, что я не стремлюсь к каким-то большим доходам. Я не стремлюсь к каким-то сверхприбылям и так далее. Меня устраивает от 2 до 5% в месяц вполне вот такая консервативная доходность. Я пришел к выводу, что необходимо в первую очередь найти свой уровень комфорта на рынке. И это очень важно. Скажем так, моим кредо является комфорт и стабильность. Чтобы меня не захлестывали эмоции, чтобы я уделял рынку минимум времени. И, кстати, эти подходы можно подстроить под любого трейдера, под любого человека с любым количеством времени. Дело в том, что на сегодняшний день, как правило, рассказывают о профессиональном трейдинге, где используются различные уровни, различные способы торговли внутри дня и так далее. Но поймите, что не всем это подходит и любительский трейдинг, давайте так его называть, это когда вы чем-то заняты. То есть у вас, к примеру, есть какая-то работа, есть какой-то бизнес. И вы при этом хотите получать дополнительный доход на финансовых рынках. Я обучаю этому как коуч, как наставник. У меня есть коучинговая программа, в которую можно попасть через бесплатную консультацию. На нее можно записаться на моем сайте fxcoach.ru. И давайте приступим. Я расскажу об основных инструментах, которые я торгую на валютном рынке Форекс. Кроме Форекса, еще занимаюсь торговлей на московской бирже. Давайте обратим внимание на евро. Не хочу привлекать внимание к тому, что существуют уровни, либо еще какие-то подходы. Но давайте расскажу просто о своем видении, как я вижу ситуацию на финансовых рынках. Возможно, это будет вам интересно. Обратим внимание на дневной графике евро-доллар. Это даже, наверное, стоит начать с недели. И на что я обращаю внимание сразу, так это на характер рынка. То есть, если у нас на недельном графике здесь четко прослеживается импульсная волна, ее очень хорошо видно. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас максимальная движущая сила, которая определяется по индикатору АО, она в третьей волне. То есть, она имеет четкий максимум в третьей волне. Дальше мы видим, что в отличие от вот этого подъема, движение вниз у нас было не совсем импульсным. То есть, его характер, он постоянно запрыгивает в линии баланса. И его характер, или behavior, то есть, поведение рынка, как говорит Джастин Вильямс, соответственно, уходит постоянно в линии баланса и имеет характер менее выраженный, менее такой импульсный. И на импульсный не тянет. Здесь мы видим несколько дивергенций, которые уже давно говорят о том, что это движение, оно подходит к завершению, но имеет характер удлинения, характер удлиняющегося паттерна. Поэтому в данном случае это у нас вполне может быть либо первая, либо вторая, либо А и Б. Мы этого не знаем. Как говорил Билл Вильямс, если трех последователей волнового анализа закрыть в одной комнате, через час они выйдут оттуда с девятью разными вариантами. Так вот, этот метод, он убирает вот эту двойственность в подсчете волны Лиота, но убирает ее не полностью. Ну, скажем так, если у нас вместо девяти вариантов будет всего два или три, это уже хорошо. Поэтому в данном случае мы обращаем внимание еще на такую точку входа, как дивергентный бар. В последнее время Джастин Вильямс использует для торговли только дивергентный бар. Я, как ее последователь, как ее, соответственно, ученик, использую тоже непосредственно для торговли такой, так называемый дивергентный бар, где вход происходит с максимума бара, если это бар с верхним закрытием. Эти бары на моем графике помечаются вот такими точками. И, соответственно, если на этом баре еще и растет объем, ну, соответственно, тиковый объем, он подкрашивается синим цветом. То есть там растет не просто объем, там, ну, так называемый склад бар, то есть приседающий бар, где растет объем и, соответственно, еще снижается индекс облегчения рынка. О чем это говорит? О том, что объемы нарастают без поддержки движения. Это, как правило, предвестник либо смены тренда, либо смены импульса, там, для развития коррекционной волны и так далее. Пока по евро я не говорю о смене тенденции. Возможно, она здесь происходит. Если посмотреть на дневной график, дальше я обращаю внимание на то, что мы уже начинаем проторговывать область предыдущей коррекционной волны. И я, как правило, обращаю внимание именно на это. То есть здесь у нас была импульсная волна. Вот у нее, опять же, максимальная ООВ в третьей волне. И мы закрепляемся выше вот этой фрактальной области предыдущего, соответственно, импульса. Прорывы фракталов я не торгую, как это было раньше, потому что соотношение риска к доходности будет гораздо ниже в этом случае. Давайте обратим внимание на дневной график, на то, что здесь прошел импульс вверх, и, соответственно, дальше у нас развивается коррекционная волна. Так как вот здесь рынок близко подошел к максимуму, но его не обновил, мы можем смело говорить о том, что здесь волна B. То есть А, B и вот волна С развивается, получается, в зону волны А. То есть к волне А вот сюда. Значит, по всей видимости, вот эта волна 1, а эта волна 2. Да, вот здесь нет дивергенции, но ее нет только на 4 часах. Внутри там вполне может быть вот такая структура 1, 2, 3, 4, 5. Это здесь не принципиально, потому что мы не учитываем внутреннюю структуру. Но не всегда мы не учитываем внутреннюю структуру, мы ее не учитываем на истории. В текущий момент мы смотрим на развитие. И вот берем часовой график. Вот смотрите, 1, 2, 3. Вот максимальная АО, максимальная движущая сила. Опять же, у нас где? В третьей волне. И снова идет развитие коррекционного движения. Так вот сигналы на покупку, на мой взгляд, могут появиться только после обновления минимума. После обновления вот этого минимума и простройки вот этой волны С. И в данном случае относительно дневного графика, это как раз таки и может у нас с вами произойти волна 1, 2. Ну, это вот по евро я более подробно объяснил, как это работает, чтобы вы понимали. И остальные все подробности есть на моем канале. Так вот, я бы не стал опускаться на меньший интервал. Я бы подождал 4-х часового графика и формирование примерно вот такого же, как я его называю, дивергентного бара. Потому что в оригинале он называется диверджен бар в английском. И, соответственно, появление нового сигнала здесь на покупку с низким риском и достаточно высоким потенциалом получения профита. Потому что он может обновить вот эти максимумы по итогу. По фунту у нас аналогичная ситуация. Здесь смена тенденции, либо как минимум, если брать недельный график, мы уходим корректировать 1, 2, 3, 4, 5. Весь вот этот импульс, здесь я смотрю до бой волны 5 по ценам закрытия. То есть тени вот эти я не учитываю. И получается, что идет смена тенденции, либо локальная смена тенденции дневного интервала, либо, соответственно, коррекция большего масштаба. Потому что фунт в глобальных интервалах, он постоянно идет вниз. То есть у него тенденция основная, нисходящая. Поэтому то, что мы видим на дневном графике, здесь я уже по этим парам гораздо быстрее всего вам расскажу. 1, 2, 3, вот четвертая волна. Обратите внимание, что по времени вторая волна этого подъема, она, соответственно, была достаточно длиннее, чем текущее движение. Так вот, стоит обратить внимание, опять же, на то, что, скорее всего, здесь так же, как по евро-доллару, разворачивается АБЦ коррекция. То есть и где-то, как правило, коррекция по FIBO, она приходит в 38,2, это самый минимальный уровень. Вообще Fibonacci я особо не смотрю, потому что я обращаю внимание на зоны предыдущей коррекции в предыдущем импульсе. И, как правило, там где-то и происходит остановка. Вот здесь, я думаю, что еще завершения никакого нет. Мало того, если мы возьмем с вами часовой график, здесь вот 1, 2, 3, 4, 5. У меня, видите, нет разметки, как у классических волновиков, потому что я себя волновиком не считаю. То есть я вижу волны абсолютно вот за 10 секунд. Мне не надо сидеть и заниматься многочасовой разметкой. Все это очень-очень просто. Главное, не надо усложнять. Все усложнения, как говорил Билл Вильямс, я уже его перефразирую своими словами, происходят непосредственно в вашей голове. Природа рынка, она абсолютно проста. То есть это мы с вами пытаемся, что называется, вот эту новую входящую информацию разместить в рамках своих категорий мышления. А надо ей давать самоорганизовываться, не вкладывая туда каких-то своих мыслей, каких-то своих размышлений и так далее. Поэтому в данном случае, ну и кстати, да, индикаторы, если вы заметили, я их использую только как вспомогательные. Я ими не пользуюсь исключительно для входа в рынок. То есть они являются исключительно вспомогательным инструментом. Я обращаю внимание непосредственно на паттерн волны лёта. Именно вот на простой паттерн, понятный, который читается. Если он не читается, значит надо дать рынку самоорганизоваться. Всё элементарно и всё просто. Поэтому в данном случае обратите внимание на то, что по фунту возможно снижение. Если там, допустим, вы хотите торговать на 3 дня, не исключено, что вот волна, вот её хорошо видно, зона предыдущей коррекции. То есть что в рамках внутридневного движения у нас ещё может произойти вот это А, это соответственно Б, волна С. И отсюда у нас придут продажи дальше уже в первая, вторая, в третью волну. Вот той самой волны С, которая на 4 часах вот здесь развивается. Франк. Как видите, бывают нечитабельные рынки, где непонятно, что происходит. Я от таких рынков советую держаться подальше. И этот метод позволяет это делать, что называется, по полной программе. В данном случае по франку мы видим, что вверх у нас было движение, которое очень напоминает коррекционный паттерн. Потом я обращаю внимание на то, что вот произошёл, появился, точнее здесь бар с верхним закрытием, и он не добил предыдущий минимум. А до этого здесь вот такой ABC паттерн был. В этом случае есть вероятность формирования сложной коррекции, которая в свою очередь станет волной B. Вообще волна B очень сложная, её всегда хорошо видно, особенно в данный момент её хорошо видно на дневном графике золота и серебра. К ним мы перейдём чуть попозже. Поэтому в данном случае не исключено формирование диапазона какого-то по франку, и это с точки зрения дневного графика, так как в принципе я работаю в масштабах достаточно больших, это дневные, либо четырёхчасовые. Вообще люблю позиционную торговлю, и считаю, что каждый трейдер в принципе должен найти комфортные для себя условия торговли, а не пытаться копировать кого-то или торговать на три дня, если все торгуют на три дня. То есть мне вот, например, не нравится торговать на три дня, для меня комфортный уровень торговли – это дневной график, четырёхчасовой, ну два часа, ну реже там час, когда я могу минимум уделять времени. Опять же, потому что время – это инструмент, точнее ресурс, который не восстанавливается, время невозможно заработать. Поэтому мы с вами можем заниматься чем угодно и при этом торговать на финансовых рынках. Главное – подстроить это под себя и видеть точки входа на четырёх часах, поглядывая в терминал раз в четыре часа, просто настроив напоминалку в Google календаре, либо раз в день. Сам Билл Вильямс торговал всегда только дневные графики. И почему торговал, потому что в этом году Билл Вильямс, к сожалению, не стало в мае этого года. И поэтому я говорю о нём в прошедшем времени. Это совершенно достоверная информация, которая получена мной от Джастин Вильямс. И в данном случае, о чём мы говорим? О том, что, скорее всего, здесь формируется… Ну, я так немножко перепрыгиваю с рынка на какую-то интересную историю. Я надеюсь, в таком ритме меня удобно слушать. И возвращаемся к Франку. На мой взгляд, здесь формируется диапазон. Поэтому торговать здесь сложно. Я пока его вообще не трогаю и вам пока не советую. Как минимум до тех пор, пока не проявится здесь какая-то более-менее ситуация. Но, во всяком случае, я одновременно стараюсь в торговле не брать евро, фунт и франк. По причине того, что эти пары, соответственно, там европейские валюты, они бывают, что коррелируют друг с другом. И, соответственно, можно получить двойные риски. Вот так. Идём дальше. Иена. Я её продал вот с этого бара на дневном графике. Соответственно, я стою в сделке всегда до стопа. Это позиционная сделка. Вы должны это тоже прекрасно понимать. И, соответственно, когда я обсудил эту сделку с Джастин Вильямсом, она сказала good job. То есть, соответственно, хорошая работа. Типа того, что я бы тоже здесь зашла, она сказала. Вот так. Поэтому мы иногда делимся впечатлениями по рынку с ней. И вот о чём я хочу рассказать по иене. Здесь меня напрягает несколько вот то, что тут у нас на недельном графике. АО практически нейтрально. Линии баланса пересекаются вверх. Но при этом на дневном графике мы пришли в зону предыдущей коррекционной волны. У нас сформировался EBC паттерн, который можно трактовать, кстати, и как импульс. Поэтому в этом случае я веду его просто как альтернативный вариант. То есть, если я его могу разметить вот так ABC, то я его могу разметить и как 1, 2, 3, 4, 5. В этом случае, если я просто захожу здесь, я понимаю, что у нас это может быть либо ABC в зону предыдущей коррекции, и тогда мы вот здесь увидим точки входа на покупку. Либо, если же я зашел в импульсную волну, и это 1, 2, мы знаем еще, что вторая волна корректирует первую практически под 100%. То есть, если это вот так происходит. Это вот оно и может быть в данном случае. Посмотрим. Во всяком случае, у меня заложен под эту сделку риск, который комфортен для меня. При, соответственно, срабатывании стопа я не буду там сильно даже переживать и, что называется, париться за этот вход. Вот, поэтому в данном случае, если у нас мой первый вариант, если это ABC коррекция, 1, 2, и, соответственно, мы можем пойти обновить минимумы. Поэтому пока это знак вопроса. Как всегда говорил Билл, мы не знаем, что происходит на рынке и исходим не из прогноза, то есть не смотрим никакие фундаментальные данные и так далее. То есть для нас рынок это график цены, и, соответственно, нам не нужно делать прогнозов. Грааль, как он сказал, хотеть того, желать того, чего желает рынок. Вот, это и есть Грааль. И в данном случае, если рынок пожелает идти вниз, если рынок в данном случае дал нам сигнал на продажу, то, соответственно, мы его отрабатываем, ставим стоп и все. То есть мы не двигаем стопы до тех пор, пока у нас не произойдет нормального импульсного движения. Вот, что паение. Если паение заглянусь, кстати, вовнутрь, здесь был бар с более низким стопом, но уже поздно, так как я стоял до этого с дневного графика, поэтому, если хотите, в принципе, можно здесь попробовать с очень низким риском, там, в 16 пунктов зайти в шорт. Австралийский доллар, здесь пока у меня отложка не сработала, я немножко выставил задним числом, по причине того, что, на мой взгляд, по австралийцу может тенденция вниз еще не завершиться, и бывают такие ситуации, ну, на дневном графике, кстати, австралиец не очень хорошо читается, бывают такие ситуации, когда бывают неправильные коррекции, когда волна B уходит чуть ниже, и поэтому мы здесь, в принципе-то, видим достаточно хороший 5-волновый паттерн вверх, и вполне может быть вот такая конструкция. Поэтому, если мы здесь продаем, а если вдруг это окажется не C1, а вверх, то мы зайдем в коррекцию, мы это поймем, что цена у нас не идет ниже обновлять минимум, и, соответственно, прикроем эту сделку и будем искать точки входа на покупку. В случае, если здесь, вот при проторговке зоны предыдущей коррекционной волны, у нас происходит смена тенденции. Вот так я вижу австралийский доллар, новозеландец я вижу практически точно так же, то есть, ну, понятно, что, если я рассказываю про дневной график, то, скорее всего, на 4-х часах там почти всегда делать нечего. То есть, 1, 2, 3, вот у нас, возможно, четвертая волна, и такая же ситуация, как по австралийскому доллару, вполне могла быть здесь вверх только волна C, здесь есть сигнал на продажу, я думаю, что новозеландец может снижаться, но надо опять же понимать, что этот C вверх, она может быть и первой волной вверх. Поэтому, если мы здесь продаем, мы всегда следим за текущим движением и о том, что нам будет говорить рынок, когда он придет вот в эту коррекцию, вот в эту коррекцию, вот этого подъема вверх. Поэтому надо всегда за этим следить. Канадский доллар достаточно сложный для торговли, если взглянуть на дневной график, то я обратил внимание на то, что мы не пробили минимум, но на недельном таймфрейме, на мой взгляд, он достаточно хорошо читается, здесь был EBC паттерн, достаточно читаемый, здесь завершилась третья волна, и первый вариант, это то, что в данном случае у нас развитие пятой волны, это была не первая, это вторая, возможно, продолжается, и когда-нибудь мы увидим третью и обновление вот этого максимума. А второй вариант, это образование сложной треугольной коррекции, но их я рассматриваю только после того, как их хорошо становится видно. Поэтому сейчас мы идем по первому варианту, потому что в данном случае на недельном графике у нас явно есть один, два, три, четыре, пять, то есть вот третья волна, вот EBC паттерн, который идет в зону предыдущей коррекции, и вот здесь опять же есть альтернатива, поэтому канадский доллар пока я активно не торгую, я просто наблюдаю за ним со стороны. это может запросто быть A, B и развитие волны C, где это первая, вторая, там третья развивается, вот в 61,8 в зону предыдущей коррекции этого импульса. Второй же вариант развития событий, это то, что вот здесь вполне, вот это мог быть EBC паттерн, вот это один, это опять же ABC два, и отсюда там развитие вверх. Но надо за этим движением сейчас наблюдать очень пристально, поскольку вот такой подход к минимуму, вот к предыдущему минимуму, который был образован где-то примерно в июле, говорит о том, что здесь может сформироваться достаточно сложная коррекционная опять же волна. Вот поэтому нужно наблюдать за текущим движением и смотреть, куда оно пойдет, будет ли там развитие вверх. Поэтому пока эта пара, на мой взгляд, не подходит для торговли на дневном графике, можно посмотреть, что происходит внутри дня. Внутри дня, соответственно, мы видим сложную коррекционную волну, либо это больше подходит на волну B, в случае образования очередной, очередной здесь какой-нибудь тройки и усложнение коррекции на старшем таймфрейме, то есть на дневном графике. Вчера был здесь, ну так как в часовики я не захожу, вот вчера был здесь такой вот бар с очень коротким стопом, буквально там в 7 пунктов, и отношения получаются у него очень интересные, где-то вот на текущий момент 41 пункт был бы в профите. Вот. Поэтому надо следить за данной ситуацией. Дальше золото пока тоже не трогаю, по причине того, что здесь я хочу позиционно его взять в лонг, либо найти точку в шорт, вот, с меньшего интервала. Соответственно, это волна А, вот характер волны B я хотел вам показать, его хорошо вообще видно, он постоянно вот так пересекает линии баланса, это практически всегда волна B. То есть она достаточно опасна для торговли, поэтому с завершением волны А мы ее всегда видим. Опять же, почему я не считал, что здесь завершилась вся коррекция, а завершилась только тройка в виде волны А. По времени, опять же, по времени мы видели здесь первую волну, вторую волну, вторая волна по времени была достаточно продолжительной. А здесь, получается, только волна А прошла. Всегда так происходит, потому что по времени очень коротко здесь, очень недолго эта волна существовала. Поэтому дальше мы обращаем внимание вот сюда. Вот у нас зона предыдущей коррекции, куда, в принципе, мы можем опуститься и отсюда искать точки входа уже в лонг. То есть первая, вторая, получается, третья, это четвертая волна в каком-то импульсе старшего масштаба. В каком это не особо важно, потому что мы исходим из того, что торгуем на рынке здесь и сейчас. И на четырех часах я не исключаю возможности, что можно будет дождаться завершения импульсной волны и зайти в шорт куда-нибудь с меньшего интервала. Пока что. Пока мы ждем завершения вот этой волны С. По серебру я отрабатывал вот этот вход, кто был на моем стриме в честь семилетия моего канала, моего проекта FXCoach. Тот эту сделку видел. Соответственно, вышел я на этом баре, но может чуть похуже. В шорт я не пошел с этого бара. Ну и так же подожду, как по золоту, в зависимости от того, где будет сигнал, потому что золото и серебро вместе в одном портфеле торговать я не советую. Вот дальше что у нас? Это первая, вторая, третья, четвертая. Это все четвертое. То есть это А, это Б развивается. Волна С внутри вот этой четвертой волны. Это хорошо сейчас видно. И если мы не взяли точку входа, допустим, с дневного графика, мы можем дождаться какой-то первой волны, ее отката и с коррекцией у нас, соответственно, будут такие же точно дивергентные бары на вход. По нефти пока ситуация не особо ясная. Тут тоже мы даем рынку самоорганизоваться. Мой вариант развития событий следующий. То, что это у нас волна А. Вот это все сложная волна Б. Где это может быть А, Б, С, Д. И вот развивается волна Е куда-нибудь вот сюда, вот к верхней границе этого, возможно, формирующегося треугольника. И то, что у нас идет вверх вот здесь, это очень походит на коррекционный характер движения, потому что импульсный характер движения вот такой вот, как правило. Его хорошо видно и можно отличить. Особенно по нефти. В данном случае я бы рассматривал возможность пока что дальнейшего роста. И если вдруг это какая-то АБЦ-коррекция, то это 1, 2, 3, вот возможно. Здесь у нас развитие четвертой волны, еще пятой волны. Вот поэтому здесь с коррекцией внутри дня, я думаю, что могут возникнуть точки входа на покупку. Коррекционные волны я принципиально не торгую, но с серебром это был исключительный случай. Потому что здесь этот сигнал отработался, наверное, только один к одному. Это не есть хорошо. Надо брать точки входа, где минимум потенциал будет один к двум, один к трём. Вот это важный момент. S&P я тоже поглядываю сюда, но в данном случае мы обновляем исторические максимумы. С точки зрения недельного графика, это может выглядеть как 1, 2, 3, 4, 5. Получаются третья, четвертая, пятая волна. Вот так. А если посмотреть на дневной таймфрейм, то здесь есть бар с нижним закрытием, но на нем растет движущая сила, поэтому его брать нельзя. Нужно обратить внимание на внутреннюю структуру движения. И вот тут хорошо будет видно, вот смотрите, 1, 2, 1, 2, потом будет третья волна, четвертая волна. Вот дивергенция внутри третьей волны. А дальше казалось, что вот здесь вот простроилась пятая волна, и вот здесь вот дивергенция внутри пятой волны нам бы сказала о том, что надо продавать. Но не тут-то было. Потом появилась третья вот в этой пятой, и оказалось, что то, что мы видели, как только пятую волну, стало только первой волной в этой пятой волне. И в итоге мы видим удлинение в пятой волне. сейчас покажу как это хорошо видно и удлинение это очень такая интересная штука с точки зрения того что вас будет появляться сигнал на шорт рынок будет идти дальше поэтому удлинение нужно нужно понимать что это идет удлинение и нужно это понимать как это происходит это только первая вторая третья волна в пятой волны поэтому еще мы обновим этот максимум скорее всего вот так bitcoin bitcoin я тоже периодически торгую последняя моя сделка по нему было вот с этого коротенького бара где вышел я соответственно вот здесь и вышел я вовремя тут было раз-два сигнал на выход даже три на момент того когда я эту позицию видел ну то есть мы видим некие начальные условия мы от них работаем все эти начальные условия есть замечательно нет значит мы дожидаемся на мой взгляд вот здесь вот есть дивергенция потому что если посмотреть по цене закрытия и не считать вот эту тень то у нас есть первая вторая получается третья четвертая и пятая волна дальше идет а б и соответственно c в зону предыдущей коррекции вот смотрите как только сейчас нарисую когда и если мы вот это больше походит на волну бе конечно когда если мы придем вот сюда и появится сигнал на вход на четырех часах надели вряд ли вот тогда я буду заходить вот сейчас ничего я не делаю я просто жду даю рынку сама организоваться и пытаюсь понять а чего он хочет чтобы соответственно желать того чего желает рынок вот на этом пожалуй мы и закончим если понравился мой обзор то я могу провести еще что-то похожее через какое-то время пока вот смотрите за моими среднесрочными идеями опять же я абсолютно не знаю что отработаются они не отработаются потому что и не строю прогнозов отрабатывают точки входа только в моменте то есть только тогда когда они в моменте появляются вот так ну еще раз пробежимся то есть по евро я рассматриваю точки входа на буду рассматривать точнее точки входа на покупку после завершения коррекционной волны она может также удлиниться вот ее зона предыдущей коррекции по фунту примерно такая же ситуация здесь только на мой взгляд первая была в волне c первая волна и не исключено что на часовом графике у нас могут продажи прийти после завершения коррекции по франку я не советую пока его торговать тут нет понятной ситуации по иене очень возможно что это у нас 12 паттерн и у нас пойдет еще волна 3 вниз ну либо волна c все будет зависеть от того что будет примерно вот в этой области дальше что австралийский доллар не исключено что у нас будет дальнейшее снижение по тренду с обновлением минимума новозеландец то же самое канадский доллар пока стоим стороне но не исключено что пока мы находимся в рамках восходящего движения и надо смотреть будет у нас формироваться здесь вот такое без и паттерна либо там будем пробивать уже вот эти максимумы если же вот такой виси паттерн сформируется то не исключено что придем к границе к нижней границе формирующегося диапазона либо там сложной треугольной коррекции по золоту продажи внутри дня могут быть но оппозиционно можно здесь зайти после завершения волны c уже непосредственно по тренду серебро такая же ситуация по бренду разве что покупать в рамках внутри дневного развития вверх но не исключено что где-то здесь могут прийти продажи по с пи соответственно только внутри дня можно что-то здесь рассматривать на покупку по тренду вверх который еще не завершился потому что здесь на мой взгляд не хватает еще одной волны из добоя максимума для формирования волны 5 по биткоину соответственно я подождал завершение коррекции каких-то более-менее ярких точек входа покупку на этом не все с вами был александр котин желаю вам успешной торговли и до новых встреч пока